Всем добрый вечер! Сегодня мы все встречаемся в режиме онлайн. Мне кажется, самый большой плюс при режиме онлайн это то, что мы можем наконец-то начать все вовремя, а не ждать пока все мы замечательно поднимемся наверх. Поэтому я надеюсь, что вы устроились поудобно, потому что у меня сегодня есть много интересной информации поделиться с вами. Первое, что хочу сказать, это поздравить вас с Новым годом, потому что овен начинает новый зодиакальный год, это абсолютно новая энергия, это начало нового года, это возможность наполниться энтузиазмом, энергией огненной стихии, которая несет с собой знак овна. И потому как мы уже с вами знаем, что каждый месяц, когда наступает новая энергия, мы все немножко становимся своим поведением этим знаком. Потому что интересно то, что во Вселенной сегодня и Солнце, и Луна находятся вместе в том же самом знаке. О чем это? Солнце это наше аниме, это как мы хотим проявить себя, как мы хотим показать себя людям. Луна это наши внутренние эмоции, это наши чувства, это как мы реагируем на то, что происходит вокруг. И сегодня это все соединяется, и сегодня это момент рождения этой новой энергии. Поэтому что мы с вами сделаем? Мы поговорим сейчас про энергию овна. Давайте познакомимся с тем, кто такие овны. Первое, что мы уже знаем, что овен это один из трех знаков стихии огня. Он начинает новый зодиакальный год, а это значит, что овен это тот знак, которым он постоянно получает новые идеи. Все потрясающие понимания раскрытия приходят овну. И овен, как стихия огня, постоянно стремится вперед. То, что двигает этим знаком, это желание успеха, это желание достичь, это желание показать себя, и это желание получить признание. Для овнов очень важно в конце дня быть любимыми. И поэтому ради этой любви овны готовы абсолютно на все. Но при всем при этом овен это первый знак зодиака, это значит новорожденный ребенок. И то, что может помочь нам понять эту стихию, это помочь посмотреть на то, как ведут себя дети. Мы говорим с точки зрения мудрости каббалы, что ребенок у него самое чистейшее желание получить. У него самое большое желание. Что это значит? Это значит, что у него нет терпения. Если я что-то хочу, я хочу здесь и сейчас. Поэтому часто наши дорогие овны могут стукнуть ногой о пол, да, и быть очень спыльчими в своих эмоциях, потому что им сложно понять, что такое терпение. Им сложно иногда понять о том, что реакция на ситуацию создает незрелую эмоцию, которая не помогает нам. Интересно то, что в мудрости каббалы мы говорим о том, что есть два сознания. Сознание древа жизни, где все уже стабильно, где все уже существует здесь и сейчас. Ответы на все наши вопросы, а также сознание желания древа добра и зла. То есть вот это определенная дуальность, выбора. И проблема в том, что когда есть выбор добра и зла, это значит, что если кто-то хороший, то обязательно есть кто-то плохой. Поэтому этот знак Овен, этот месяц, который находится также под контролем планеты Марс. Планета Марс – это планета войны, это планета конфликтов. Поэтому ради того, чтобы получить свою награду, Овен готов идти на все. И как результат также на необдуманные риски. Рисковать ради того, чтобы его полюбили, чтобы его признали. И со всем своим потрясающим энтузиазмом нет терпения. Вот эта вот мощная энергия, которая впрет вперед, энергия, которая не знает границ, так же, как у маленького ребенка. Поэтому часто, если вы общаетесь с Овном, то можно понять этот знак, помимо того, как знак Овна вырастает в детстве. И обычно что происходит? Что наш Овен попадает в семью, где идет конфликт между родителями. Это может быть ситуация, где один родитель сильнее, а другой слабее. Или может быть это ситуация, где конфликт идет между ребенком и одним из его родителей. Или может быть кого-то в семье, сестра или брат. Постоянно идет конфликт и борьба за кто сильнее. Поэтому Овен либо принимает сторону хищника, сторону того, что для того, чтобы быть самым лучшим, то нужно воевать и нужно обязательно выиграть. И он не знает о поражении, либо он может оказаться в ситуации более низкой, в ситуации, где он будет чувствовать себя жертвой. Поэтому по жизни очень сложно Овну понять, кем нужно стать, хорошим или плохим. Овны быть тем сильным хищником и отвоевывать свои интересы любой ценой, или же быть полностью в другой абсолютно противоположной состоянии сознания, быть жертвой. Поэтому для того, чтобы получить вот эту любовь, для того, чтобы получить этот успех, Овны должны научиться балансировать свои эмоции. И мы вскоре перейдем к совету для этого знака. Они очень быстрые, у них очень большое сердце. И на самом деле, если вы придете и ласково попросите помощи Овна, и более таким, знаете, немножко таким даже плаксивым голосом скажете, у меня проблемы, помоги мне, Овны будут готовы делать для вас абсолютно все. Потому что в этом они не знают преград, зная, что в результате они могут получить вашу любовь. И вот этот вот мощный огонь и стремление вперед делает их на самом деле очень неуклюжими. Поэтому обычно вокруг Овна очень часто все падает, трескает и разваливается в маленькие кусочки. Они не умеют врать, потому что они никогда не помнят о том, что они сказали. И часто, когда на самом деле они очень импульсивны и реактивны, потому что то, что нужно исцелить Овну, это его реактивную систему, понимая, что на самом деле жить постоянно в древе познания добра и зла, в древе выбора не обязательно. Нету правой-левой стороны, есть баланс. Мы хотим в результате обрести баланс. И Овну нужно обрести вот этот баланс. Нужно понять свою хрупкую эмоциональную систему, где нужно понять, что не все, что мы видим, касается лично нас. Потому что Овны буквально принимают любое сказанное нами слово на свой счет. Думая, что мы пытаемся обвинить их в чем-то и сказать, что это из-за них. То есть, понимаете, это где-то определенная зацикленность на «я». А задача Овнов научиться работать в команде, научиться быть «мы». Поэтому, когда они что-то говорят, они потом это уже не помнят. И я не хочу сказать, что давайте будем относиться к Овнам как к детям. Но, может быть, немножко быть более чувствительны к ним в том, что, когда они что-то говорят, не обижайтесь на них. Потому что они уже скоро это не будут помнить. И потому что вот этот огонь, который рвется вперед, они очень часто не обдумывают. Что мы можем посоветовать этому месяцу? Первое – это взрослость. Что значит взрослость? Понимание, что когда к тебе приходит идея, не нужно бежать и сразу ее выполнять. Когда приходит очередной каприз, это не значит, что это то, что сделает тебя наполненным. Это что сделает тебя радостным и счастливым. Нужно отслеживать наши эмоции, отслеживать наши мысли и принимать зрелые решения. Нужно это, не нужно. А что это значит воплотить эту идею в жизнь? То есть, буквально расписать тебе определенный план. Поэтому для овнов очень хорошо в друзьях иметь земные знаки, которые помогут им структурировать все, что происходит вокруг. Прислушаться. Прислушиваться ко всем посланиям вокруг нас. Услышать, что вселенная говорит нам. Потому что люди вокруг постоянно что-то говорят, постоянно передают нам какую-то информацию. Но не всегда мы это слышим, не всегда мы прислушиваемся. И как результат овны работают одни. Поэтому они не любят, что мы говорили, что делать. Они будут рады постоянно находиться в тех профессиях, где они могут целеустремлиться, где есть постоянные риски, есть постоянный стимул куда-то идти, что-то делать. Где они могут проявить себя. Но какой ценой? Иногда нужно становиться, прислушаться. Потому что то, что это первый знак, зодиак, и у них есть очень много энергии, не значит, что энергии нет конца. Иногда приходит конец этой энергии. И когда овны научатся слушаться к тому, что происходит вокруг, то, поверьте, их жизнь станет намного легче. Они научатся не брать на себя необдуманные риски. Обратите внимание для овнов, третий совет, на нужды людей вокруг вас. Овны привыкли в первую очередь думать о себе, как дети. Конечно же, логично подумать о том, что если я не подумаю о себе, то кто мне поможет? В конце дня я сам должен позаботиться о себе. Будь это материальные блага, будь это какие-то удовольствия, раскрытие моего потенциалов и так далее. Но овны должны научиться работать с другими и осознать, что для того, чтобы они смогли почувствовать ту любовь, ради которой они стремятся, они должны научиться давать эту любовь людям вокруг. Поэтому они должны постоянно смотреть на жизнь через призму других людей. Ну, конечно же, эффективно. Как я могу помочь моим близким, моей семье, моим коллегам на работе, моим друзьям, а в результате миру? И чем больше овны научатся перенаправлять энергию, которая первородно приходит на «я», тем более эффективнее все станет вокруг. Вот. И последний совет, конечно, что думать только о себе, это уже не работает, это не опция. Злость тоже не работает. Овны должны научиться балансировать свои эмоции, свои реакции. Их самая основная работа – это работа над их реактивной природой. Нужно отслеживать, отлавливать эмоции и желания, которые приходят, чтобы не сразу бросаться рогами в стенку, а что значит бросаться в конфликт. Остановитесь, задумайтесь, попросите совета, попросите помощи, и картина будет выглядеть по-другому. А теперь хочу поделиться с вами немножко о тем, что происходит сейчас во Вселенной, потому что мы все находимся в непростом периоде. И согласитесь со мной, что последняя неделя рыбы, она была немножко такая подавленная, потому что рыбы, как последний знак зодиака, хоть и собирает энергию всего года, но немножко он кидает нас в какое-то подавленное состояние, в какую-то депрессию, в состояние, где мы не совсем уверены, будет ли хорошо, потому что рыбам легче быть пессимистом, чем оптимистом, и как овен, который вдохновлен и вдошуновлен. Поэтому нужно понять, что то, что происходит во Вселенной сейчас, оно происходит, потому что две большие планеты в какой-то момент соединились во Вселенной и породили этот вирус. Это была планета Плутон и планета Сатурн. Планета Плутон отвечает за какие-то глубокие, непонятные вирусы, эпидемии. Сатурн – это кармический учитель. И поверьте, когда Сатурн приходит, он заставляет нас делать ту работу, которая нам не очень хочется. Поэтому, несмотря на то, что мы сейчас ищем возможности исцелить себя и желая вам оставаться здоровыми, это пробуждает наше сознание посмотреть на мир по-другому. И все это ведет к тому, что уже началось, уже не в этом году, а даже в прошлом, это наш уран в тельце, который ведет к полностью финансовому перевороту. Такому перевороту, который мы не ожидали. Поэтому единственная уверенность, которую мы можем развивать, развивать именно в системе Света Творца. То есть система финансов и материальных целей благ, которая всегда стояла перед нами в последние годы, уже не будет существовать. Наша система будет меняться. А для этого у нас есть позитивные события, которые происходят. Интересно, оно происходит 4 апреля. В субботу происходит так называемый Шаббат Агадоль. Шаббат, большой Шаббат. Шаббат, который всегда происходит суббота до начала праздника Песах. Что в результате Овин хочет? Овин хочет свободу. Овин хочет обрести настоящую свободу от своих эмоций, от своего реактивного поведения, реактивных эмоций. И эта свобода в результате этой энергии породила Песах, праздник Песах, который происходит в полнолуние, когда луна полная и вся энергия отражается в нашу реальность. Поэтому накануне праздника Песаха, 4 апреля, будет соединение двух больших планет. Плутона, которая первородная энергия, очень мощная энергия, которая заставляет нас копать глубже и глубже, которая влияет на поколение, соединяется вместе с планетой Юпитером. Планета Юпитер – это планета, которая противоположна Сатурну. Если Сатурн ставит ограничения, если он останавливает нас и заставляет делать порядок, планета Юпитер, наоборот, расширяет, раскрывает возможности, раскрывает ситуации, где мы можем научиться чему-то новому, обрести какую-то новую веру и новое понимание. Поэтому мы ждем, на самом деле, вот этого момента, вот этого соединения. Это принесет очень много позитивных изменений в наш мир, позитивных раскрытий и пониманий, в чем мы на самом деле должны расширяться, как мы должны расширять больше свою любовь, свою духовность со всеми вокруг. Желаю вам замечательно, потрясающего месяца и оставайтесь здоровыми. С праздником! Мы знаем, что это не только ваш Ходжж сегодня, это тоже астрологический Новый год, это один из четыре Нового года, которые есть. Первый день месяца Ниссан, это Новый год для неодушевленных, и из-за этой планеты, и поэтому мы, это астрологический Новый год, есть Новый год для уровня растения, что это 15 месяцев водолей, первый день месяц Дева, это для животных, и Рошешана, первый и второй день месяц Весенний, это для людей. Но в Рош-Ходж, как в любой Рош-Ходж, в любой Новый месяц, у нас есть возможность определить, какая сила будет в этом мире, какая сила у нас будет. То есть остановка уже как будто дают вот планете, да, астрология, да, как Нахамана сказала, прогноз. Но мы как человек, который были созданы последними, то есть в шестом Дене Творения, мы можем определить, какая энергия мы хотим получить от этого месяца. И Рош-Ходж, это как зерно, Рош-Ходж, это корень всего. Это корень следующих 30 дней. И это как будто, как будто это, о чем мы думаем сейчас, это как мысли во время интимных отношений. Мы знаем, что мама и папа, вот их ДНК во время зачатия создают новый ребенок, тело его, какое его тело будет. Но то, что каббалисты говорят, что их мысли во время, вот этот союз, создают, притягивают душа. Притягивают его, на самом деле, суть человека, что его душа. И поэтому сейчас нам нужно думать такие положительные, хорошие мысли. Почему? Потому что таким образом мы можем притягивать к нам лучшая программа, что у нас будет сила преодолевать. Да, мы живем в такие очень удивительные времена. Мы живем, на самом деле, это не наказание, это большой, большой подарок. Мы живем во время Мессия, когда мы видим такие большие изменения. И у нас есть возможность участвовать в этом процессе, влиять на него. Вместо того, чтобы стать жертвой, быть проактивными. Как Рав, и Керен, и все каббалисты нас научили. Научили, как стать проактивными. Месяц Ниссан, у него есть некоторые как другие имена, как Месяц Ниссан, Месяц Овен, называется Месяц Искупления, и он тоже называется Месяц Авив, Месяц Весны. Весна сейчас, да? Месяц Весны. И на еврейском Весна – это Авив. Алиф Бет, Юд Бет. Авив – это Весна, но Авив – это тоже Ав Юд Бет означает Ав. Первые буквы Весна, Ав, Авив, Ав – это Папа, и потом Юд Бет. Ав Юд Бет означает он Папа все 12 месяцев, который, который будет. И мы знаем, что вот эти 12 дней, которые будут, начиная сейчас до конца 12 месяцев Веси, они, Месяц Овен, они определяют, какой год у нас будет. То есть, не важно, что было в Росширске, это важно, но не важно, насколько, у нас сейчас шанс поменять программу. Поменять. И сейчас, теперь я объясню. на самом деле, насколько этот месяц он важен. Очень важен. Написано о том, что в Тальмуде есть спор. Или есть спор между Раби-Елазар и Раби-Елазар. Извини, Раби-Елазар. Раби-Елазар говорит, что мир был создан в месяц Веси. Говорит, что мир был создан в месяц Веси, вместе с Тишрей, был создан мир. Как мы говорили о том, что, да, мы говорим о том, что тех, которые были здесь на Росширске и были на семинарах Росширске. Что это есть в Росширске? Это день творения Эдама. И Эв. То есть, означает, что это день творения. Почему день творения? Потому что человек, то есть, венец творения – это человек, для него создали мир. означает, что какой-то день сотворения мира, вот, Рошишана, Рошишана, это он, Габи Йошоа говорит, нет, в месяц овен мир был создан. И на самом деле надо объяснить, почему они спорят, они спорят вообще, они говорят две разные вещи, и на самом деле говорят мудрецы, что вы думаете, когда мир был создан, в месяц Ниссан или в месяц Тишрей, в месяц Виси или в месяц овен, что вы думаете? И на самом деле, как всегда, ответ и там, и там. Просто были созданы две аспекты, они оба правы, на самом деле нет спора, каждый из них говорит о другой аспект, как если вы помните в Хануке, мы говорили о том, что есть две школы, один более строгий, один более такой мягкий. И Хилел говорит о том, что в первый день Ханука надо сжигать одна свечка, второй день две, третий день три и так далее, и так далее. А Шамай говорит, нет, 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 первый день Ханука надо восемь, и меньше, и меньше, и меньше, и меньше, и меньше. Мы говорим о том, что, а кто прав? Оба, оба правы. Один говорит с точки зрения сосуда, что каждый день сосуд в Хануке, сосуд он растет, от бини, сосуд в бини он маленький, последний день Хануки, сосуд он большой, это Малхут, сосуд Малхут есть больше желания. А Шамай говорит о свет, который, о свет, который есть. Вот две разные, это и наоборот, на самом деле. Хилел говорит о свет, как я сказал в начале, было правильно, но что, что, что здесь, какой спор, мы поняли, нет. А Риг говорит о том, что Рабицкая Клория, который жил в Цфате в 16 веке, говорит о том, что в Тишей была создана вся обложка, то есть внешность, окей? А в Ниссан, в месяцовом, была создана внутренняя часть человека, то есть внутренний наш мир. То есть в Тишей, в месяц виси, мы говорим всегда, что мы получаем бюджет, что, какой, мы получаем количество, получаем количество, а в Ниссан мы получаем качество. Мы получаем это внутреннюю часть. Мы получаем возможность бороться против нашего эго. Поэтому это один из самых важных праздников, Песах. И в конце этой лекции я объясню, из-за всех этих обстоятельств, то, что происходит, как мы можем это максимально праздновать в этом году. И это в конце, в конце моей лекции. Что это означает? Что это означает, что мир был создан, внешняя часть мира и внутренняя часть мира. Когда мы говорим, да, у человека есть две части, да, у него есть тело, вот это инструмент, обложка, у него есть душа, внутренняя часть, его часть творца. Когда человек, да, он рождается, в восьмой день, если он соблюдает какие-то правила, у него делает обрезание. То есть убирают вот этот крайний плод, вот, от его тела. Почему? Они убирают вот этот негативный час, который не дает ему быть милосердным. То есть мясо. То есть у вас тело, то есть ты чувствуешь, что он божественный ребенок. Нет. Ребенок, он милый. Он плачет, да. Ребенок плачет. Ребенок требует. Ребенок не успокоится. У него живот болит. У него надо поменять погузник. Как это называется? У него надо покормить, да. Покормить либо покормить, ну, надо покормить. То есть ты не видишь даже цадик, да, даже праведник. Он родился, он пока никакой праведник. То есть он требует, требует, плачет и так далее, и так далее. Пока ты не видишь вот этот человек, который спасает мир. Да? Но. Но. Это называется, называется, это связано тоже с Песах. Ле Ор Юдалет. Ле Ор Юдалет это ближе к 14 день. Мы знаем, что ближе к 14 день, есть такое, понимаете, что один из вещей, которые мы делаем в месяц Овен. Когда начинается 14 день, мы, если вы помните, мы проверяем, мы скрываем в комнате 10 куски хлеба, хамец, то он символизирует наши огромные желания получить только для себя. Мы его ищем, да. Ле Ор Юдалет. И когда человек, когда мужчина, он, 13 дней еще один день, 13 лет еще один день, он считается уже, называется, Бар Митцва. Он считается уже способен быть дающим. Митцва это как, Митцва это от слова, от слова объединить, от слова цевет, от слова команда. Он уже готов, он готов делать то, что для того, что он был создан, быть каналом для Света Творца, подключиться. То есть когда, когда у него уже 13, 13 и еще один день. Это называется, Ле Оо, это ближе к 14, как мы с Ниссан, что это мы начинаем вот, вот это очень подготовка для Песоха. То есть когда начинается его работа, когда ему 13 лет. То есть чуть-чуть попозже, чуть-чуть попозже. И тогда, и тогда, когда у него был 8 дней, мы убрали его крайний плод, что это, 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 вот негативность тела, да. А теперь мы начинаем после 13 лет, это уже не работа над телом. Это внутренняя работа. Это не крайний плод, который есть там, где мы его убираем. Это крайний плод, который есть здесь. Огла Талев называется. Вот это, это, это та стена, которая дает нам чувствовать друг друга. Который разделяет нас от других. Который дает мне видеть, что я отдельный от вас. Что я не могу вас чувствовать. Я не могу видеть, что вы хотите на самом деле. Я не могу, я всегда прав, потому что я смотрю от моего точки зрения. В месяц, месяц овен, месяц овен, вот это, это наш внутренний часть. И вопрос, когда тогда человек родился? Когда его мама родила или когда ему 13 лет? Это вопрос, который человек. И мы говорим в каббале, когда мы смотрим, ну конечно, что он родился, но его тело родилось, ну, день рождения, в месяц, как будто в месяц Тишрей, в месяц виси. Но его внутренний часть родился в месяц овен, или овью дали, ближе к Песаху. Когда он начинает уже, работа в Песах это работает над наше сердце. Работа это внутренний часть, который разделяет нас друг от друга. Который говорит, да, я только тело, я только тело, которое хочет только для себя. Он говорит, нет, ты не тело, ты часть Бога. И тебе надо это показать, надо начинать работать. И эта работа начинается в месяц овен, в месяц овен. То есть, природа была создана в месяц виси, а душа, то есть, то есть, то есть, природа, природа это означает, природа это солнце. Природа это солнце. Природа это, это вот, вот солнце идет, есть такой цикл, такой оно. Этот цикл, он, он, он идет, да, постоянно идет, идет, идет. Когда на самом деле мы, каббалистический календар, он чуть-чуть по-другому. Можно сказать, что он сложнее, чем обычный календарь, чем солнечный календарь. Он сложнее. Он даже сложнее, чем, чем, чем лунный календарь. Он не лунный календарь, не сольный календарь, он оба. И он сложнее. Он сложнее, это не идет так, так легко. Меняет вот это, месяц может быть его 29 дней, он может быть 30 дней и так далее, и так далее. он меняется, меняется, и в месяц Тишрей, в месяц Веси был создан вот этот порядок солнца, да, он постоянно поднимается и спускается, рассвет и закат, и так далее, и это нужно, это нужно, потому что есть вещи, которые нужно делать по времени, и нам нужно, это дает нам какой-то порядок, то есть порядок был создан, внешний порядок был создан в месяц Тишрей, в месяц Веси, а в Ниссан в месяц Овен был создан внутреннюю часть, возможность обновить все, возможность менять себя, возможность, да, солнце, оно встает и спускается, рассвет, закат, рассвет и закат одно и то же, рассвет, закат, рассвет, закат, рассвет, закат, мне кажется, что, ну, одно и то же, ну, да, из-за, 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 что это, сейчас это будет либо лет, либо, ну, ну, да, это будет в другое время, ну, день будет короче, или день будет длиннее, Ну, это как будто вот такой цикл. А я такой же человек. Нет. Вместе с Нисаном мы получаем силу менять себя. Менять себя. Ходишь, это вот слово хадаш. Это слово новый. Обновить себя. Рождаться каждый день новым. Новым. Менять себя. И не идти по природу. Поменять себя. Это вот это слово, это энергия. Энергия. Что-то нового. Потому что я пришел сюда в этом мире не просто жить, как все остальные. Я родился, чтобы менять этого мира. Я пришел, чтобы принести что-то очень особенное, которое только я могу. И эту энергию мы получаем сейчас. И поэтому все, что происходит сейчас, все это коронавирус, это дает мне возможность посмотреть внутри. Остановиться по минутку вот эта движуха. И как-то быть. Может быть, даже дома. То, что на следующей неделе это отдыхать для всех нас. Это неплохо. Это хорошо. Это хорошо. Надо взять то, что нам дают и использовать это правильно. К лучшему. Можно сказать, вот они такие, они такие, они такие, они убивают. Можно все. Или можно это, это уже дано. Как я могу это использовать сейчас? Чтобы расти. Чтобы быть лучше. Как я могу сказать, ой, так плохо. И вначале я очень расстроился. Ну, Песах, как не надо делать Песах? Как Песах? Вот такой важный праздник, а мы делаем онлайн. На самом деле мы можем взять это как возможности, что этот центр вырос. Четвертый вырос в сто раз больше. Сто раз больше. Что у нас будет больше лидеров, которые могут показать свое лидерство. Потому что, когда я сижу здесь, я лидер, ну, у людей меньше возможности быть лидером. Но когда вы будете сидеть в ваш доме, и на самом деле вы увидите, что у вас появляется все, что вы изучали. Вы были здесь на Песах один, два, три, четыре, пять раз. Вы что-то вспомните? Вы можете как будто реализовать свое лидерство. Своё лидерство. И внутренний час вот это обновление, как клетки, они умирают и урождаются. Как то, что называется, мати вело мати. Есть смерть и рождение. Постоянно. Смерть и рождение. Смерть и рождение внутреннего часа. Что-то обновляется. Когда что-то обновляется, когда они все одно и то же, тогда, тогда мы растем. Когда мы делим одно и то же, то же в спортзале, мы растем. Когда мы что-то поменяем, поменяем скорость, поменяем вес, поменяем сколько раз мы это делаем, уже тело уже не привыкает уже она уже растет то есть она до убивает старые но и старые клетки и мы растем это то что мы получаем сегодня то что получаем в эти 12 день поэтому надо их использовать правильно и поэтому мы используем наш календарь использовать и луна и солнце что солнце как показывает натура вот эта обложка в котором мы живем луна показывает внутреннюю часть луна показывает внутреннюю часть обновление обновление то есть то есть вносить в это природа который повторяется постоянно неважно как вносить в нее новую энергию вновление внести в в наше отношение новая энергия не старая энергия вот как я сказал вчера это сказать просто шутка очень смешная шутка показывает мужчина показывает мужчина дает ему как будто ну это шутка дает ему как интервью интервью идет таким образом что спрашиваю из-за того что идет сейчас карантин у карантин у вас есть некоторые опции а а привести вот это карантин с женой и с детьми и б и он отвечает сразу би би даже не слышал что предлагать б и б почему так он отвечает потому что сейчас привести время с вот это зануда до занудная жена которая у меня идет в голову ну или с детьми которые меня требует постоянно вместо того чтобы ты в ней любил влюбился поэтому ты с ней обновить вот эта энергия вот обновить вот вот то что то что было и даже делать это лучше то есть внести новый свет в этап ложка который уже есть и в этот месяц на самом деле есть очень очень много много милосердий вот это гараматон который есть в этом месяце он идет по юд кей вовке как на прямой мы знаем что у любого любой месяц у него есть свой своя комбинация тета грамматона имя бога ютки вовки в этот раз в месяц овен из-за того что он он первый это идет как ютки вовки на прямой означает что в начале стрессы потом было весит два мужской час женский счет мужской часть женская часть мужская часть и женская часть во взоропин мужская часть и последний махут женская часть то есть идет такая как союз такой хороший союз между мужчина и женщина оба верхней и низкий есть очень много милосердий это то что я сказал вы увидите завтра видео которые сна ими на самом деле мы мы запишем видео для каждого день месяц овен что может посмотреть не только читать то что там какая практичная до работа из практичная работа есть медитация который есть астрологическая часть который мы хама дает мы приготовили для вас хорошие как работа ежедневная работа в 12 дней и я сказал о том что то что сейчас не хватает не хватает милосердия не хватает милосердия это не что любая эпидемия или прик или или проблема это просто есть очень много энергии нет достаточно милосердия чтобы держать ее и в никогда нельзя и в любых error понемними что там озор в головах пинхаз написано о том что можно будет получитьけれду reserve пинхаз там стоит зад stick pick hasemer exchanged of blind Субтитры создавал DimaTorzok 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 но правильно, быстро, но правильно использовать наш ум, то есть после и речь был разговор, речь был создан в этом месяце, чтобы использовать его правильно, почему мы говорим плохо о других, из-за того, что мы хотим взять их энергию, чтобы чувствовать, что мы же лучше, мы же лучше других, и поэтому мы позволяем себе говорить плохо о других, из-за того, что мы хотим получить оправдание от других, мы говорим плохо, и тогда, когда я хочу получить оправдание, знак ОВН, мы знаем, что он хочет, вот, ну скажи мне, насколько я хороший, скажи мне, что я сделал правильно, ну скажи спасибо, спасибо, что я знал, что я, когда ты хочешь, что тебе получить признание от других, это как будто ты говоришь, творец, ну, тебе, ты не нужен, вот, я хочу, что он мне сказал, ну, что я молодец, и она сказала, что я молодец, все нормально, и тогда у творца нет места, мы не оставили ему место, заходить в нашу жизнь, вступать, быть с нами, и поэтому, как мы сказали, Илья тоже сказал об этом, что человек, который был царат, как царат, это не проклят, это была его зараза, проказ, он сидел отдельно у других, его, посидели другие, он, он, он вышел из лагеря, там сидел, у нас сейчас карантин, чтобы подумать, как мы используем нашу речь, о каком мы говорим, что мы думаем, что мы сделаем нового, как мы обновляем наши отношения с людьми, используем это, правильно, мы можем это использовать, а, отлично, неделя отпуск, какое хорошее, скажи мне, какое хорошее, ну, хорошее кино я могу посмотреть, какой хороший сериал есть в Netflix, или не знаю, ну, или, посидеть, до Песха есть 14 дней, посидеть, подумать, что я могу делать в этом году, в 14 дней, 12 дней, потом 13, потом Песах, чтобы мир был другим, что я могу делать сейчас, что после этого коронавируса я буду другим человеком, я помню слова Рава, помню слова Рава в 2000 году, когда, не знаю, если все помните, есть люди, которые не родились, и были такие очень маленькие, что мы думали, что это конец этого, 2000 будет вот конец, и Рав сказал, ну, начинается уже бессмертие, начинается уже время Мессия, я помню слова Рава, он сказал Рошана, я не помню, где это было, было в Америке, где-то он сказал, вот, поезд уже начало ехать, и она каждый год, она, 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 она ускаривает, ну, она ездит скорее, и он говорит, вам нужно уже вступить и покупать билет и быть на поезде, потому что в какой-то момент это будет поздно, это будет поздно, это будет поздно, это будет, вы должны быть такие талантливые, чтобы бегать и, ну, и сидеть на, ну, что будет место на поезде, просто использовать это время правильно, не просто, ну, не запустить это время, просто использовать наш ум, использовать это время правильно, чтобы расти, чтобы расти, как я сказал вчера на 20 класс, самая важная валюта, которая будет, это сознание, это не деньги, это не деньги, это сознание. Почему есть, есть, есть боль в мире, почему есть боль в мире, это сказал один раз, это говорит Зоар, и сказал это раз один в одной из лекций месяц Овен, сказал Михаил Берг, он сказал, что Зоар пишет, ЛИБА ЛЕПУМА ЛОГАЛИЯ, почему есть боль в мире, потому что сердце не дает, это как будто то, что есть сердце, мы не говорим, то, что есть сердце, мы не говорим, ЛИБА ЛЕПУМА ЛОГАЛИЯ, сердце, или есть какой-то барьер, который не дает, сердце говорит, то есть мы не говорим о сердце, просто говорим какие-то слова, как мы говорим, как дела, хорошо, окей, ты спрашиваешь, как дела, но ты не хочешь знать, как дела, ты просто хочешь сказать, как дела, как дела, потому что так, ну, так, так, ну, это такая слова, как дела, хочешь действительно знать, как дела, мы не говорим, это наше сердце, и соответственно наш род, наша энергия говорит, наша энергия уменьшается, 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 И тогда, когда это уменьшается, вот если наш рот, надо потом поговорить часами, чтобы объяснить. Иногда нужно правильно, одна фраза говорит человеку, и он понимает. Надо говорить часами. Надо смотреть человеку в глаза, говорить от сердца. Вот он открывается, он все понимает. Или ты можешь ему объяснить, ба-ба-ба-ба-ба-ба, часами он не понял, ничего не понял. Поэтому в Песах, в это время мы получаем, Песах это пе-сах, это рот говорит. У нас есть возможность открыть наше сердце. Говорит Равашлаг в другая книга, в которой мы сейчас работаем, чтобы ее перевести на русском языке, называется Thought of Creation, замысло-творение. Надеюсь, что очень, не скоро, но через несколько месяцев мы будем ее уже продать в нашем буксе. Что после 13 лет открывается она точка в сердце. Это 13 лет это Песах. Что открывается какая-то точка в нашем сердце. Это наше будет медитировать, что сердце открывается. Что мы можем приближиться. Что это барьер, который не дает мне, а прощать людей. Прощать моя жена, прощать дети, прощать мама, прощать папа, сестра, бывший бойфренд. Прощать людей и идти дальше. Идти дальше в отношениях. Идти дальше может быть в другом отношении. Или идти дальше глубже в нашем отношении. Вот это сила обновления, которая есть в месяц Ниссан. Ниссан это от слова Ниссим. От слова Чудеса. Что в месяц Ниссан есть энергия Чудеса. И в каждый день в этой практичной работе, которая для вас будет доступна завтра. Я, Сара, Даниэль. Каждый день будет другой учител, который дает нам сознание. И Нахамадат дает нам астрологическую часть. Медитация. Дает нам возможность обновить себя. Каждый день. Использовать сейчас это 24 часа. И в 12 дней месяц Овен, чтобы поменять нашу жизнь. Что после 12 дней, после Песаха, я уже буду другим человеком. Совсем. Совсем, что мы не знали. Ты как изменился, все это, карантин. Ты вернулся, все такое прекрасное. Вот вообще. Надо просто использовать это правильно. Не жаловаться. Использовать. Я хочу перед тем, как мы приглашаем Сара и делать медитацию. Перед тем, как? Хочу объяснить, что будет в Песах. Как вы знаете, мы не знаем, что будет завтра. Может завтра вообще будет, как это называется. Ну, что не может выйти даже из дома. Возможно. И поэтому Песах будет онлайн. Это для нас возможность расти. Да, мы можем расстроиться. А, как можно без этого, в кабарате можно. Вот это дано. Вот. Дано. Вы можете либо не делать, но я предлагаю делать. И для этого мы приготовим для вас то, что нужно. Можно заказать тарелку седра. Тарелка седра. Там есть то, что нужно. Можно покупать. Есть у нас ограничение количества мацот, которые можно здесь покупать. Или можно ходить, где продаются мацот, в кошельный магазин, там покупать мацот. Лаваш нужно для Песах. Тарелка Песаха, что можно здесь заказать. Вино, которое... Четыре бокала вино для каждого человека. Или виноградный сок, который вы можете заказать. Вы можете просто покупать сами. Мацот можно здесь покупать или пойти покупать в магазин. Мы для вас, если вы хотите, мы до 31-го числа, вы можете заказать себе трапезу Песаха. Это означает, что мы для вас будем готовить трапезу. Вы можете в тот же день, 8 апреля, пойти и забрать с собой трапезу. Мы будем подготовить рыбу, мясо, салаты, все, что нужно. Что вы можете поесть еда кошельная для Песаха дома. И мы для вас даем это как сервис для вас. Но, пожалуйста, если вы хотите, надо это заранее заказать через Bookstore. И можно, на самом деле, заходить в веб-сайт. Можно там в наш сайт, можно это заказать заранее. А мы хотели бы, чтобы люди объединились. И, конечно, что мы хотим нарушать карантин. Что это разумно сделать. Разумно сделать, чтобы люди не опасали друг друга. Что, да, понятно, что надо разумно это сделать. Не в панике, но в то же самое время не опасать других людей. И поэтому не хотим, чтобы люди объединились. Небольшие группы, маленькие группы вместе, чтобы посмотрели на Песах онлайн. Как это будет доступно, как это Роша хочет, доступно для вас. Это будет доступно для вас. Вы можете видеть времена, когда это будет. В любой вопрос можно обратиться к нам, в совет. Наверное, до Песаха мы делаем еще встречу, подготовку для Песаха, для вас. Ходиштов, хочу пригласить Сара, что дает нам медитацию, буквы месяца, что у нас будет энергия. Итак, добрый вечер. Перед тем, как мы начнем медитацию, я прошу вас обратить внимание на буквы месяца. Буквы ДАЛИТ и ГЕЙ. И мы будем сейчас использовать их в нашей медитации. Сядьте, пожалуйста, поудобней. Наверняка там, где вы сидите сейчас, можно найти какое-то удобное место. Постарайтесь не обращать внимания на разные звуки, на разные шумы. И можете выключить свой телефон, чтобы он вам не мешал. Давайте начнем. Как всегда советует Кернберг, приоткройте ваши глаза и посмотрите немножко над уровнем вашего взгляда. И закройте глаза. Я приглашаю вас пойти со мной по пляжу. Теплый песок, сумерки, плечется вода. Давайте сядем и посмотрим на отражение Луны в воде. Обратим внимание на рябь, бегущую по воде. Послушаем звуки воды. Давайте успокоимся и почувствуем свободу. Сделаем глубокий вдох через нос. И выдох. Овен — это время чудес. Это время понимания, что наше сознание способно абсолютно на всё. И в первую очередь наше сознание способно контролировать нашу реальность. Энергия огня этого месяца помогает нам начать реализовывать и успешно закончить самые дерзкие планы и замыслы. Можно просто я закрыть? Ничего мешает. Вспомните букву Гей. Буква Гей контролирует месяц Овен. И две такие буквы, целые две буквы Гей, есть в самом мощном имени Творца, который называется Тетраграмотом. Эта буква — наша связь с верхними мирами. Мы знаем, что Овен — это первый знак Зодиака, это малыш Зодиака. Овен означает начало всех начал. Рождение и перерождение. Овен — это наша возможность подключиться к самому зерну жизни. Давайте представим что-то красивое. Представьте, я попрошу вас представить, как у вас на руке, к вам на руку опускается и тает снежинка. Посмотрите, насколько она совершенна, насколько она симметрична. Как часто мы понимаем и вообще задумываемся над тем, как совершенна наша с вами реальность. У нас есть возможность сладко засыпать и просыпаться, исправлять то, что было сделано неправильно, и снова совершать ошибки. Может быть, терпеть боль, панику, страх, но при этом видеть, понимать и делать правильные, осознанные выводы. И самое главное из них, что в нашей суете мы забываем ценить самые простые вещи. Мы забываем восхищаться самыми мелочами в нашей жизни, как это делает малыш. Все новое, все интересное для него, и он всем восхищается. Мы забываем, мы привыкли. И поэтому, и только поэтому мы постоянно чувствуем недостаток. Нам постоянно чего-то не хватает. Мы постоянно находимся в внутреннем беспокойстве и суете. Я попрошу вас очень аккуратно взять в руку букву А и вложить ее в вашу сердечную чакру. И постепенно, таким образом, вся наша суть наполнится любовью, светом и благодарностью. потому что Эй, которая контролирует планету Овен, помогает нам увидеть и ценить простые, ежедневные чудеса. Почувствуйте вибрации в теле. Почувствуйте, как оно наполняется светом. Почувствуйте, как открывается ваше сердце. Д afteriti Я попрошу вас ... пустить тех, кому вы разрешите туда, идти. Тех, кто вам дороги, кто заслужил войти в ваше открытое сердце крепко-крепко обнимите их почувствуйте их запах вдохните его постойте так короткое мгновение затем поблагодарите за то что не есть вашей жизни и отпустить теперь я попрошу вас взять букву далит далит которая контролирует планету марс возьмите в руку если вам сложно вспомнить как она выглядит представьте что вы берете в руку голубой мягкий свет найдите в своем теле в себе место где есть боль боль вызвана негативными реакциями вызванная вашим осуждением вызвана гневом злостью раздражением может быть даже не дай бог ненавистью возьмите это место и вложите в него этот голубой свет который вы держите в руке позвольте этой энергии пройти через него и через все ваше тело чтобы исцелить вас буква далит также символизирует бедность она также начинает слово делит или дверь бедность имеется ввиду духовно мы знаем что в месяц овен мы праздную мощный энергетический праздник песок может быть поэтому отдалит контролирует марс планету месяца овен может быть поэтому израильтяне ели то что называется бедный хлеб или маца они ели его потому что их сознание привыкшие к узкости египта к негативности египта того египта оставалось очень бедным это все что они могли принять бедный хлеб но затем выйдя из египта они прошли через духовное делит через духовную дверь и поднялись на абсолютно новый необходимый для них духовный уровень поэтому мы празднуем песок в месяц овен чтобы он помог нам подняться на необходимый для нас высокий духовный уровень стать более богатыми духовно мы очень талантливы мы очень способны и нам дан огромный свет но этот свет дан нам чтобы мы могли делиться им с окружающим миром в этом и есть наше предназначение получать свет чтобы им делиться задумайтесь я попрошу вас вместе со мной встать почувствовать еще больше теплоту песка давайте немножко постоим у берега почувствуем мягкие языки волны которые облизывают наши ноги вдохнем запах приближающейся ночи посмотрим еще раз на отражение лунные в воде я медленно буду считать с пяти до одного и на счет 1 мы вернемся с вами здесь и сейчас давайте сделаем глубокий вдох через нос пять четыре три два и один мы потихонечку откроем глаза всем ходы штоф что означает прекрасного нового места и